Всем привет из Киева, столица Украины, с вами Виктор Фурсов и сегодня на моем канале я открою цикл лекций, посвященных биологическому методу борьбы с вредными насекомыми в лесу, в саду, в огороде, в поле. Мы ознакомимся с различными полезными вредными живыми организмами, а сегодня у нас вступление, начало сериала о биологическом методе борьбы с вредителями сельского хозяйства и лесного хозяйства. В течение многочисленных сотен лет и даже тысячелетий человечество покоряло природу и используя ее, конечно, не казалось бы неисчерпаемые богатства. И сейчас казалось, что человеку природа щедро отдает то, что она имеет. Но все чаще и чаще мы начинаем понимать, что настает время как раз отдавать, возможно, долги и побеспокоиться о самой природе и взять ее, может быть, под ее надежную защиту. Сейчас не секрет, что на нашей планете происходит совершенно очень много неожиданных, непредусмотренных ранее явлений. Человечества стоит множество вопросов. Почему исчезают самые известные раньше виды животных, растений? Почему происходят неожиданные такие изменения климата? Почему появляются новые вредители сельского хозяйства, новые сорняки? А те, которые появились, с ними невозможно бороться, даже используя арсенал могучих химических средств. И действительно, в чем кроется секрет в этих изменениях в природе, на которые мы раньше даже не рассчитывали? Сейчас можно точно ответить на такой вопрос. Секрет в основном лежит в том, в нарушении экологического равновесия в природе. Что такое равновесие в природе? Что ее регулирует? Что на это действует? Какие факторы? Идет речь о равновесии природных факторов и внешнего окружающей среды. Единственное, что природная окружающая среда это очень сложная, сложная система. В нее входят различные составляющие компоненты. Это вода, ветер, земля, живые организмы. Огромное количество факторов, которые заполняют этот простор живых и неживых организмов. И вот все это равновесие, про которое идет речь, казалось бы, не изменяется в течение веков. Однако вокруг нас все находится в постоянном движении. Движение, которое примерно можно сравнить с изменениями маятника. Все изменения, которые происходят, они не выходят за определенные границы. Как только эта граница нарушается в маятнике, исчезает равновесие в природе, исчезает равновесие природы и человека. Живые организмы очень тесно связаны не только с живой природой, но и вместе с собой. Они существуют неотделимо друг от друга. И от определенных комплексов. Они живут в определенных комплексах в биоцинозах. Биоциноз – это всем известный лес, степь, озеро, река. Создавались они и развивались природные системы в течение очень длительного периода, иногда десятки тысяч лет. И, конечно же, естественно, что так долго может существовать только природно сбалансированная система, в которой маятник находится в определенном равновесии и функционирует по определенным законам. Но человек очень легко может вторгаться в природу, создавать искусственные системы, агроцинозы, это сельскохозяйственные поля, сады, огороды. И при этом исчезает огромное количество невидимых связей, ниточей, которые объединяют все эти компоненты биоцинозов в единое целое. И в большинстве таких агроцинозов, искусственных цинозов, существует определенное равновесие между различными организмами, между полезными и вредными организмами. Один из основных принципов стабильности биоцинозов – это закон экологических пирамид. Он заключается в том, что определенные живые организмы являются основой, на которой полегает основа существования других живых организмов. И так они складаются на все новые и новые ступени. И одна ступень дает возможность жить в другой ступени. Например, растительноядные насекомые поедают растения, но они бы уничтожили все леса и поля, и все степи и леса. Но они являются большой кормовой базой для хищников, для паразитов, которые поедают растительноядных насекомых. А вот хищники и паразиты представляют собой такой субстрат для развития сверхпаразитов, на которых тоже может находиться сверх еще паразиты. А все насекомые и другие живые организмы, они вместе являются живой такой средой как раз для развития грибов, бактерий, вирусов, которые также регулируют численность всех этих живых организмов. И такое взаимодействие таких живых организмов образует определенную экологическую пирамиду. Стоит только уничтожить одну ступень в этой пирамиде, как изменится равновесие и начнет изменяться маятник. И нарушится равновесие всей сложной системы. Поэтому существуют определенные природные биоцинозы тысячелетия. В них сохраняется такая равновесие всех частей. И во всех биоцинозах, как природных, так и в искусственных агроцинозах, одной из наиболее распространенных живых организмов являются насекомые. По численности видов на планете, насекомые представляют собой самые крупные группы живых организмов. Например, в фауне Украины насчитывается сейчас, живет около 100 видов млекопитающих, 360 видов птиц и 200 видов рыб. А в то же время насекомых насчитывается десятки тысяч видов. Даже, скорее всего, сотни тысяч видов. Их биомасса вообще очень велика, фантастическая. Ученые посчитали, что в среднем на один гектар леса насчитывается около 300 килограмм насекомых, 3-4 килограмма грызунов и 500 до 500 грамм птиц. То есть биомасса позвоночных даже значительно ниже. Но даже имеет значение не только количество. Среди многих насекомых встречаются очень небезопасные, опасные вредители сельскохозяйственных культур. А также есть множество переносчиков различных болезней человека и животных. Как среди насекомых, так и среди других беспозвоночных живых организмов. Множество видов насекомых являются надежными помощниками человека. Кто это? Это насекомые опылители, насекомые хищники и насекомые паразиты, паразитоиды, которые способны ограничивать численность других своих прокормителей, которые могут быть опасны как раз для человека. А не зная вот эти все сложные связи между насекомыми в биоценозах, такие так называемые сложные биоценотические связи, очень сложно, а практически даже и невозможно разработать рациональные методы влияния человека на биосферу в целом и методы борьбы с вредителями. Для этого нужно знать и учитывать различные природные регуляторы, природные механизмы в экосистемах, которые зависят от различных сложных взаимоотношений между растительноядными и паразитическими видами насекомых и других беспозвоночных животных. Конечно, в настоящее время идеальную картину саморегулирующейся системы очень сложно предугадать даже в условиях нетронутой природы, потому что существует множество факторов, которые нарушают стабильность экосистемы, например, уже нарушенная система климатическая. Изменяется также физиологическое состояние растений и они становятся более податливыми и для вредителей. При этом наблюдаются различные вспышки размножения массовых вредных насекомых. Например, такое вредное насекомое, как непарный шелкопряд. Так, часто встречались раньше деревья полностью объеденными листьями. Это как раз результаты воздействия шелкопряда. То же самое можно сказать при агробиоцинозе, в которых находится монокультура. В монокультурах находится постоянная кормовая база, которая способствует развитию, скоплению и размножению различных вредных видов для насекомых, для этих культур. В Украине сельскохозяйственные культуры повреждают около 270 видов насекомых. Из них примерно 130 видов насекомых развиваются на пшенице, на кукурузе. Около 60 видов поражают картофель, около 100 видов питаются на свекле, на сахарной свекле. 40 видов развиваются даже на рисе. В плодовых садах насчитывается более 100 видов различных вредителей. Считается, что вредные виды насекомых уничтожают практически пятую часть урожая различных сельскохозяйственных культур. Конечно, человек не очень хочет мириться с таким состоянием дел. И, казалось бы, все найдено в послевоенные годы, после Великой Отечественной войны, в бывшем СССР и за рубежом разработаны были различные методы борьбы с вредителями при помощи химических различных веществ, которые уничтожали и уничтожают вредных насекомых. Сейчас очень важный ассортимент химических веществ, однако... Влодородие почвы. Различные гербициды уничтожают вредных сорняки, а инсектициды уничтожают вредных насекомых. Но вместе с насекомыми, очень часто раньше их, вредных насекомых, погибают те виды, которые питаются этими вредными насекомыми, и это нарушает экологическое равновесие в биоцинозах. А что же вредители? А вредители при этом, вредные виды насекомых, они приспосабливаются до пестицидного пресса. Очень высока плодовитость растительноядных насекомых позволяет им в течение нескольких поколений разработать, выработать более стойкие формы к различным инсектицидам, пестицидам. И создается такая парадоксальная ситуация, используя все новые, более эффективные химические препараты, мы будем способствовать развитию новых раз вредителей, не чувствительных к этим химикатам, более стойких. И все время испытывать новые и новые виды пестицидов и химических веществ против вредителей, пока не исчезнет ни последний вредитель. В то же время ведутся различные современные методы борьбы с вредителями, которые бы способствовали сохранению, использованию всего этого природного биоциноза. Один из таких перспективных методов является биологический метод борьбы с вредителями, который предусматривает целенаправленное использование паразитов, хищников, возбудителей болезней, различных вредных видов насекомых. Биологический метод борьбы ставит на службу человека принцип биологического противодействия фитофагов, а именно растительноядных насекомых и их природных врагов, что соответствует всем экологическим системам. Из-за различного арсенала, большого арсенала биологических способов борьбы с вредителями, сейчас ученым обратили наибольшее внимание на паразитических и на хищных насекомых. Самая известная насекомая это трихограмма, очень небольшая, всего лишь полмиллиметра насекомая, личинка которой паразитируют в яйцах других различных видов бабочек. Трихограмму научились разводить в биолабораториях и выпускать на поля сельскохозяйственной культуры, сады, где она уничтожает различные виды вредителей. С детства всем известны различные жуки-божьи коровки, которые питаются, например, телями, а тот, который тем самым тоже приносит пользу и уничтожает большое количество вредных тлей на различных сельскохозяйственных, садовых культурах. А вот и про роль рыжих муравьев, и вообще говорить не стоит, все его знают и называют их лесными санитарами. Они спасают деревья от различных гусениц, питающихся различными лесными культурами. Среди насекомых очень много. И самое главное, они действуют внутри биоциноза, слаженно и на благо самой природы. А возникает вопрос, смогут ли они самостоятельно уничтожить полезные насекомые, вредных насекомых на сельскохозяйственных культурах? Или хотя бы уменьшить их количество и повлиять как-то полезно на урожай? Можно сказать, что да, они смогут, но иногда им необходимо помочь. Природные условия не всегда одинаковые в различные годы и в условиях даже одной сельскохозяйственной зоны или экологической зоны. Каждый год очень разный. В условиях одного года способствует развитию вредителей, а другого, наоборот, вредителей становится меньше. И он находится в так называемой депрессии. А полезные насекомые, их необходимо привлечь на различные сельскохозяйственные и лесные угодья и правильно их использовать. И на агроцинозы. Если насекомых мало в природе, можно научиться разводить их на биофабриках и выпускать в места размножения различных вредителей. Что как раз делается сейчас таким полезным насекомым, как перихограмма, которого разводят на биофабриках в Украине и применяют на различных сельскохозяйственных культурах, прежде всего на кукурузе. Так же можно делать с другими видами насекомых, поедающих других насекомых, энтомофаги, которые называются энтомофаги. Можно создать условия, которые будут помогать как раз накоплению полезной энтомофауны в сельскохозяйственных полях или в городах. В конце концов можно деятельность даже хищников и паразитов в то же время объединить с обработками сельскохозяйственных культур определенными микробиопрепаратами, так называемыми бактериальными или вирусными препаратами. Эти препараты также снижают численность различных вредных насекомых и являются как бы альтернативой химическому методу борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Их вырабатывает микробиологическая промышленность. А таким образом, чтобы химические обработки уже остались на крайний случай, который необходимо проводить только в случае для того, чтобы подавить какую-то численность. Вспышку вредителя и тем самым принести меньше всего вреда природе. Вот такая проблема с вредителями, вот такая ситуация с полезными насекомыми, полезной энтомофауной. Вот такие вопросы и проблемы стоят в биологическом методе борьбы с вредителями в мире и в Украине. Я думаю, что этим начальным первым видео я продолжу целый сериал рассказов, лекций о биологическом методе борьбы, различных его составляющих в мире, в Украине об успехах, о проблемах, о том, как это реализуется и какие есть полезные виды насекомых, других беспозвоночных, в частности вот здесь изображены множество полезных хальцидоидных вот паразитических перепончатых крылых насекомых, в том числе, которые относятся к трихограммам, паразитам, яиц, различных вредителей, бабочек на сельскохозяйственных культурах. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Ваши комментарии под этим видео крайне важны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. И заходите на страницу Patreon, чтобы поддержать развитие науки и нашего канала. До новых встреч. Продолжение следует. Пока-пока. Смотрите следующую серию данного сериала. И заходите на Patreon. Нажимай на лайк. Подписывайся на канал. Не забывай, страница в Patreon для спонсоров канала ждет именно тебя. Тебя, который хочет участвовать в развитии настоящей украинской науки, заходи на страницу в Patreon, будешь в титрах каждого фильма, будешь спонсором. Давай-давай. Бегом-бегом-бегом. Топ-топ-топ-топ-топ. Клик-лик-лик-лик-лик-лик-лик-лик-лик. Или-клик-лик-лик-лик-лик-лик. Это так просто. Клик-лик-лик-лик-лик. клик, и так интересно. Да-да, интересно. Субтитры сделал DimaTorzok